Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Первый экзамен. Девятиклассники прошли итоговое устное собеседование по русскому языку. Красивые глаза явно там не помогут, там нужно уметь рассуждать, разговаривать, не стесняться и правильно излагать свои мысли. Дарите книги с любовью. В рамках одноименной благотворительной акции зареченцы передали в ТАР Центральной городской библиотеки свыше двух тысяч изданий. Каждый год принимаю участие в акции. Мне нравится дарить и также нравится получать. И потом приходите в библиотеку смотреть те книги, которые подарили другие жители нашего города. Среди них находите интересные, брать их домой и читать. В тройке лидеров. Зареченская команда юношей из 225-й школы завоевала бронзу в региональном суперфинале школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Парни наши обыграли Сердобск, Вадинск и вышли на команду из Пензенка. Мы проиграли Кузнецку, а Кузнецк в итоге стал победителем. И теперь об этих и других новостях подробнее. Российские девятиклассники начали сдавать экзамены. Первой проверкой знаний стало итоговое устное собеседование по русскому языку. Это обязательный этап госэкзаменов с 2019 года. Собеседование является составной частью АГ по русскому языку. Чтобы быть допущенным к экзамену в мае-июне, необходимо пройти устное собеседование. Оно проводится во вторую среду февраля. Задача этой части экзамена – проверить умение девятиклассника создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. Все собеседование занимает примерно 15 минут. С подробностями Алексей Лазаренко. Девятиклассники сдают первый экзамен. 529 учащихся во всех школах города проходит итоговое собеседование – устную часть основного государственного экзамена по русскому языку. Итоговое собеседование у нас является допуском государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Три, как всегда, у нас даты определены. Первая сегодня дата – 14 февраля. Две даты для тех, кто по уважительной причине не смог сегодня сдавать. Или же получит незачет. У них будет еще две попытки. Итоговое собеседование – это проверка коммуникативных навыков школьников, а также умение рассуждать на разные темы, излагать свои мысли, вести диалог, пользоваться дополнительными источниками информации. Экзаменатор-собеседник предлагает ему прочитать текст вслух. Второе задание – пересказать текст, используя дополнительную информацию. Следующее задание – монологическое высказывание по одной из выбранных тем. И в заключении идет диалог с экзаменатором-собеседником. Экзамен длится до 15 минут. Это время может быть продлено еще на полчаса, если у ребенка есть на то медицинские показания. В момент собеседования в аудитории присутствуют эксперты – учителя русского языка и литературы, которые по специально разработанным критериям оценивают учащихся. Минимальный результат для получения зачета – 10 баллов, максимальный – 20. Как убедились девятиклассники, к итоговому собеседованию требуется хорошая подготовка. Кто-то нанимает репетиторов, кто-то просто прорешивает варианты в интернете, кто-то ничего не делает. Там есть вид заданий, где надо выбрать тему – описание, рассуждение и повествование. То есть, если у вас есть данные навыки, то вы можете спокойно выбрать данные задания. Красивые глаза явно там не помогут, там нужно уметь рассуждать, разговаривать, не стесняться и правильно излагать свои мысли. Речь без слов-паразитов, также желательно, чтобы без заиканий была речь. Правильная, грамотная, четкая, чтобы ударения стояли всегда на месте. Вариантов итоговой отметки всего два – зачет и незачет. Результаты собеседования станут известны в ближайшее время. Ребята, которые не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине, либо не смогли перейти минимальный порог, отправятся на пересдачу 13 марта. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И еще об образовании. Молодые зареченские педагоги поборются за звание лучшего. В конце февраля стартует конкурс «Первые шаги в профессии». Его участники – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и иные педагогические работники – молодые специалисты образовательных организаций города Заречного, стаж работы которых не превышает пяти лет. Какие испытания предстоит пройти конкурсантам, расскажет Ксения Тризна. 11 зареченских педагогов примут участие в конкурсе «Первые шаги в профессии». В борьбу вступят молодые специалисты из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Это учителя математики, биологии, английского языка, физической культуры, начальных классов, воспитатели, педагоги дополнительного образования. Стаж участников конкурса не превышает пяти лет. Эти профессиональные состязания проводят, чтобы помочь молодым педагогам лучше интегрироваться в образовательное сообщество, дать возможность испытать себя. Одним из конкурсных испытаний станет решение педагогических ситуаций. Формат этот мы взяли из образовательного форума «Молодой педагог. Форма успеха 5.0». Конкурсантам предстоит решить две педагогические задачи, на решение каждой из которых отводится по 15 минут. Затем они обмениваются записями друг с другом и дают оценку непосредственно каждому решению. То есть здесь будет акцент сделан на учет индивидуальных и психологических особенностей всех участников образовательных отношений. Чем подробнее конкурсанты распишут ситуацию с точки зрения детей, педагогов и родителей, тем больше баллов получат. Еще одним заданием для молодых специалистов станет защита проекта. Им предстоит придумать мероприятие, посвященное году семьи, и защитить разработку перед членами жюри. Формат мероприятия – это уже на усмотрение конкурсанта. Это может быть либо родительское собрание, психологический тренинг, какие-то спортивные игры, квизы и так далее. И, конечно же, ни один педагогический конкурс не обходится без открытого занятия. Всем участникам нужно будет провести уроки и потом проанализировать их. Испытания в рамках конкурса «Первые шаги в профессии» стартуют в конце февраля. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Жители Пензенской области могут записаться на прием к нотариусу через госуслуги. Как сообщает официальный портал регионального правительства, сервис прошел тестирование в восьми субъектах России и сейчас доступен на территории всей страны, в том числе и в Пензенской области. У жителей есть возможность записаться к ближайшему нотариусу и выбрать удобное время для приема. На сегодняшний день к проекту присоединились уже почти половина региональных нотариусов. На сайте представлено более 50 нотариальных услуг. Также можно заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приему. Среди самых востребованных услуг – удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, а также выдача свидетельства о праве собственности и договор дарения. Уточняется, что запись на госуслугах бесплатная, а услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законным тарифам. Более двух тысяч различных изданий передали в дар Центральной городской библиотеки «Зареченцы» в ходе всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая проводится под эгидой Российской государственной детской библиотеки и Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В этом году дарителями стали свыше 700 горожан, а наибольшее число переданных в библиотеке книг составила детская литература. Итоги акции подвели в Международный день книгодарения, который традиционно отмечается 14 февраля. Больше двух тысяч книг за одну неделю. Столько экземпляров удалось собрать в Центральной городской библиотеке в рамках восьмой всероссийской акции «Дарите книги с любовью». По традиции ее участниками стали зареченцы разных возрастов и профессий. Каждый год принимаю участие в акции. Мне нравится дарить, и также нравится получать. И потом приходить в библиотеку, смотреть все книги, которые подарили другие жители нашего города. Среди них находить интересные, брать их домой и читать. 2024-й объявлен в России годом семьи. Поэтому участники акции старались подарить как можно больше книг для семейного чтения, детской литературы. Самые активные зареченцы записывали видеоролики, в которых рассказывали о своем любимом произведении. Эти видеообращения можно посмотреть в социальных сетях. Мы очень надеемся, что эти подкасты, эти видеоролики заинтересуют детей сегодняшних и семей, семьи наши, чтобы этим книгам к этим вернуться. Книги очень хорошие, книги классика. От золотого ключика до мамонтенка, который ищет свою маму. Ярким завершением акции «Дарите книги с любовью» стал книжный праздник «Семейные истории». Во Всемирный день книгодарения, отмечаемый 14 февраля, в Центральную городскую библиотеку пригласили настоящих друзей и ценителей книг. Творческие семьи с детьми, зареченских писателей и поэтов, а также самых активных книгодарителей, руководителей и сотрудников городских предприятий и организаций. Праздник открылся мастер-классом. Если любимая книжка перестала выглядеть как новая, это не значит, что ее нужно выбрасывать, ведь книгу можно обновить. На празднике в Центральной городской библиотеке это могли сделать все желающие. Первыми были ребята из школы номер 221. Всего за несколько часов дети восстановили почти сотню книг. Те, что особенно понравились, школьники смогли забрать себе. Взамен они подарили библиотеке книги из своих домашних коллекций. Часть изданий поступит в фонд Центральной городской библиотеки. Другая будет передана в образовательные учреждения города или подарена активным читателям. Хочется сказать, как здорово, что в наше такое информационно-технологичное время есть люди, которые читают, а еще и дарят книги. И дарят их, я уверена, с любовью. Поэтому пусть таких людей будет больше, пусть тех, кто любит шелест, страниц книги, будет больше. В рамках книжного праздника «Семейные истории» состоялась церемония награждения участников молодежного творческого объединения «Зато Арбат» лауреатов 4-го международного литературного конкурса «Территория успеха Пегас», проходящего под эгидой программы «Территория культуры Росатома». Самым активным участником акции «Дарите книги с любовью» выручили сертификаты дарителей. Итогом марафона книгодарения стал символический книжный дом, который участники праздника выстроили все вместе из своих любимых детских книг. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Шлягеры советской эстрады и кавер-версии современных зарубежных хитов, да еще и в хореографическом сопровождении. Необычное шоу ожидает зареченцев в ближайшую субботу. На сцене Дворца культуры «Современник» состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Лаутары». Девиз коллектива – музыкальные контрасты – его участники в полной мере реализуют на предстоящем выступлении, а помогать им в этом будут хореографические студии. На подготовке к шоу побывала наша съемочная группа. Участники вокально-инструментального ансамбля «Лаутары» готовятся выступить перед зареченцами. Зрителей ждут два часа хитов. Особенностью новой концертной программы станут музыкальные контрасты. «Лаутары» исполнят шлягеры советской эстрады и каверы на зарубежные хиты. Вошли в основном в современные песни, так как это тенденция «Лаутар» с 2021 года. Но в нашем репертуаре также есть песни мужские. Это вот «Абазинский», это вот «Сюткин» также в нашем репертуаре. Лично для себя я подбирала песни, которые мне по душе, которые нравится слушать, исполнять. И выбирала я тех певиц, на которых я придерживалась. Например, Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, учитывала их голоса, как они поют, и стремлюсь петь так же, как они. Народный коллектив «Лаутары» работает во Дворце культуры «Современник» почти 10 лет. В репертуаре ансамбля – эстрадные шлягеры разных лет, от ретро до современности. Над новой программой музыканты работали с начала осени. Кропотливо разбирали каждую песню, старались, чтобы известные композиции зазвучали по-новому. Гитарист Вячеслав Ларин признался – творческий эксперимент принес ему много удовольствия. У нас есть целые блюзроковые песни, где в сопровождении как раз всю песню участвует гитара. Мне нравится снимать гитарные соло, подбирать их, играть, транспонировать, все, что с этим связано. Вместе с музыкантами на сцену выйдут участники хореографических студий «Даймонд» и «Джава». Они будут выступать на протяжении всего концерта. В честь неовлюбленных артисты приготовили подарок для своих поклонников. Они разыгрывают три пригласительных на концерт, каждый билет на две персоны. Чтобы попытать удачу, достаточно подписаться на группу Дворца культуры «Современник» ВКонтакте. Оставить комментарий «Участвую» и отметить одного друга. Потом сделать репост конкурсного поста на свою страницу и поставить два лайка на любые публикации музыкантов. Имена счастливчиков будут запределены с помощью генератора случайных чисел 16 февраля. Сам концерт вокально-инструментального ансамбля «Лаутары» состоится в субботу 17 февраля. Музыканты ждут поклонников своего творчества в Большом зале Дворца культуры «Современник». Начало выступления в 17 часов. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио компания «Заречный». Подробнее о необычном коллективе и его предстоящем концерте мы сегодня поговорим с методистом Дворца культуры «Современник» Сергеем Тураевым. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска, а пока к другим новостям. В Пензе состоялся финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Это ежегодные соревнования, проходящие на территории области. Всего в текущем сезоне в региональном этапе приняли участие 352 команды из 208 общеобразовательных организаций региона. «Заречный» в финале турнира представляла юношеская сборная 225-й школы. Впервые за несколько лет нашей команде удалось войти в призовую тройку соревнований. С подробностями Алексей Лазаренко. Зареченские школьники отрабатывают броски из-под кольца. Это не простой урок физкультуры, а полноценная тренировка сборной юношей 225-й школы по баскетболу. Они сейчас в хорошей форме, что и показали на региональном финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» сезона 2023-2024. На паркете спортивного центра «Юность» встретились лучшие сборные области, победители дивизиональных этапов. Команды из Сердобска, Каменки, Вадинска, Кузнецка, Пензы и Заречного. Отборочные матчи проходили среди победителей дивизиональных этапов. Их было всего 7 команд у юношей и у девушек. Парни наши обыграли Сердобск, Вадинск и вышли на команду из Пензы. Мы проиграли Кузнецку, а Кузнецк в итоге стал победителем. Команды девушек и юношей из Кузнецка уже второй год неоспоримые фавориты школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Зареченским же баскетболистам не удавалось стать призерами турнира несколько лет. Наши спортсмены связывают это с тем, что еще не выработали нужных навыков. Мало опыта и соперники все-таки были намного посильнее. То есть, вот, первый место занял Кузнецк, он и в том году первое место занимал, и в этом году первое место занял. То есть, ну, не такой сильный состав, но все равно в том году мы показали хуже результат, чем в этом. Поэтому в следующем году мы планируем еще лучше показывать результаты. Ну, вообще было тяжело, но мы справились. Вот последнюю игру в 3 очка еле-еле как забрали, но все-таки выиграли. По итогам состязаний зареченская команда юношей из 225-й школы завоевала бронзу. Финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Спортсменам вручили медали и комплекты баскетбольной формы. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Концерт «Виа Лаутары». Что ждет зареченцев на субботнем шоу в ДК «Современник». Об этом через пару минут. Не переключайтесь. С 12 по 22 февраля приглашаем на распродажу курток, пальто, зимнего пальто. Цены от полутора тысяч рублей. Бывшая пятая столовая, улица Комсомольская, 10А, Сокольный этаж. Ментай свежемороженый 149,90, мандарины 88,90. С 12 по 15 февраля мегавыгода в Скидкино, Заречный, улица Озерская, 13. Можно новые субботы! Ты целеустремленный, креативный и обладаешь творческим потенциалом. Это твой шанс. Телерадиокомпания «Заречный» ищет корреспондента. Стань частью динамично развивающейся команды, чтобы освещать все яркие и значимые события города. Звони 61 19 35. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Телепрограмма «Страна Росатома». Телепрограмма «Страна Росатома» Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях методист Дворца культуры «Современник» Сергей Тураев. Добрый вечер. Добрый вечер, Станислав. Сергей, мы с вами встречаемся вновь накануне большого события. И мы с вами обычно разговариваем о том, что ждет Зареченцев во Дворце культуры «Современник». В эту субботу Зареченцев ждет, ну, я не побоюсь этого слова, шоу. Шоу группы «Лаутары», которым будут еще и помогать. Вот давайте поговорим об этом. И начнем нашу беседу с того, что расскажем, может быть, кого-то познакомим из Зареченцев, может быть, кому-то напомним, о том, что же это за творческий коллектив, вокально-инструментальный ансамбль «Лаутары». И первый вопрос, а почему, собственно говоря, такое название? Непривычное для нашего слуха. Согласен, Станислав, да, название непривычное, очень даже непривычное, и многим может показаться странным, как и мне, когда впервые я его услышал. Это перевод с молдавского, если переводить, да, с молдавского языка, это «странствующие музыканты». То есть такие барды и министрели. Ну, это грубо говоря, да. Кажется, как будто, да, «странствующие музыканты» – это барды, но нет, ребята намного выше уровня. И теперь о коллективе. Когда он зародился, как, почему он возник? Станислав, смотрите, сам коллектив появился, кстати, не так давно, в 2016 году. Ну, все-таки 8 лет. Сравнительно молодой. Но, тем не менее, конечно, ребята не так, что они встретились, и только в 2016 начали учиться играть на инструментах, да, и петь песни. Нет, конечно же, они все профессионалы своего дела, просто вот этой группой, они собрались именно в 2016 году, начали свой творческий путь. Он состоял из того, что сначала ребята играли вот такие советские композиции, ретро-композиции, и только в 2021 году они немножко перешли в другой формат, за что я им очень благодарен. Я считаю, что это правильное решение руководителя коллектива, и теперь они исполняют также еще популярные молодежные новинки. А кто составляет этот коллектив? Кто там играет? Там солисты, инструменталисты, руководитель? Да, хочется подчеркнуть, Станислав, хороший вопрос, вы задали, что ребята, я не побоюсь этого слова, топят именно за живой звук, поэтому они играют все живьем. Там нет никаких подкладов, бэков, даблов и так далее. Все играется живьем, вот прямо здесь и сейчас на сцене. И это, конечно, прекрасно. Я вчера буквально был на репетиции у них. Наши ребята тоже были. И честно вам скажу, мои уши, они просто расцветали. Но это действительно прекрасно, это очень вкусно. Смотрите, по вашему вопросу вы спросили, кто там играет, из кого состоит коллектив. Два музыканта, да, играют на клавишных инструментах. Бас-гитара, гитары, бас-гитара, точнее, прошу прощения, электрогитара, барабаны и вокалистка. Вокалистка с божественным просто голосом. Я не знаю, я не знаю. Ну, наверное, только Бог мог наделить таким, действительно. А кто руководит этим коллективом? Руководит этим коллективом Юлия Волкова. Вот, опять же, ей говорю огромное спасибо, что она сделала правильное решение, что с 2021 года они играют еще и популярные музыкальные композиции. В каком стиле играют музыканты? Потому что популярные композиции у разных категорий людей разные. Поэтому вот все-таки какой-то стиль есть? Стиль концерта, вы спрашиваете, или стиль вообще, в принципе, музыки у ребят? Да, того, что они играют. Он разный, в этом и суть. И, собственно говоря, в этом и будет фишка концерта, что такие музыкальные контрасты, знаете, будут, как и советские композиции, например, Абазинского. Также будут и новые популярные композиции. Например, вот есть Джонни, есть такой исполнитель, рэп-исполнитель. Его песни также будут присутствовать. Алексея Воробьева будут песни присутствовать. Очень много разного репертуара и как раз вот эти вот контрасты. Что и немножко такой ретро-музыки. Но очень вкусно они ее подают. То есть со своими аранжировками. Это звучит божественно. Плюс новые вот эти вот композиции, но уже нашего времени, да, молодежные, так их называют. Тоже они со своими немножечко аранжировками. И это просто прекрасно. То есть это не просто кавер-версии. Это не просто повторение. Это не просто копии, да? Совершенно верно, Станислав, да. Ребята глубоко, очень глубоко подходят к этому, к всему процессу. Я опять же повторюсь, добавляют свои аранжировки, делают их, создают и уже с ними играют. И звучит это просто великолепно. И теперь давайте вот с группой немножечко мы познакомились, с вашей помощью. И теперь поговорим о том, что же нас ждет. Почему все-таки это шоу? Потому что, ну, насколько я понимаю, там будет не только музыка, разная музыка, но еще им будут помогать другие коллективы. Да, не хотелось бы сейчас все рассказывать, просто хочется... Все не надо, но все-таки. Да, Станислав, конечно же, будут другие коллективы. Мы заранее сейчас как раз здесь, имея возможность, благодарим их все. Не будем раскрывать, кто будет, но всех благодарим, кто принимает участие в создании этого концерта для жителей города Заречного. Будут разные коллективы, конечно же, да. Будет такого рода шоу, дым, свет и спецэффекты, как я говорю. Еще, насколько я знаю, и хореография. Ладно, мы не будем. Но, насколько я понимаю, там будет не только, почему и шоу, да, не только некий концерт, но и с элементами хореографии. Да, опять, вы по специфике своей профессии пытаетесь, пытаетесь меня расколоть, и чтобы я сейчас все рассказал. Да, будет хореография, конечно же. Но вы знаете, как для меня, шоу складывается не только из того, что там вот есть музыканты, есть ребята, которые танцуют, да, хореография какая-то. Для меня шоу – это совокупность света, музыки, дыма, того, что происходит на сцене, да, вот этой вот энергии, которую артисты отдают, исполняя свои композиции. И все это в совокупности, вот это для меня шоу означает. Когда мы, мы, зрители, зареченцы, сможем увидеть вот это шоу, о котором вы говорите, ну, как известно, лучше один раз увидеть, да, чем... Совершенно верно, Станислав, да. Уже 17 февраля, в эту субботу, дорогие зареченцы, во Дворце культуры «Современник» в 17.00 в 5 часов вечера вы сможете увидеть это шоу группы «Лаутары». Правильно они называются, конечно, «Виа Лаутары», но я их называю «Группа». Группа «Лаутары» с таким интересным названием и с очень классным репертуаром, с очень классной энергией и с живым звуком. Поэтому, дорогие зареченцы, мы вас всех приглашаем. Обязательно приходите в 17.00 17 февраля, в эту субботу, во Дворец культуры «Современник». Сергей, большое спасибо за участие в нашей программе. Я уверен, что все, что делают творческие коллективы Заречного, это, ну, практически всегда это вкусно, интересно, красиво. Поэтому я думаю, что и этот концерт вокально-инструментального ансамбля «Лаутары» будет таким же вкусным, интересным и даже интереснее, чем вы рассказали. Спасибо. Этот концерт однозначно. Спасибо вам, Станислав. Спасибо. И это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до встречи на канале Заречный. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!